всем привет мои дорогие подписчики из прекрасной южной каролины вы на канале дома обзоры и недвижимость homes by victoria s.c меня зовут виктория аржиховская и я риэлтор в южной каролине сегодня я с верой привет вера всем привет мы сегодня находимся в городе taylor's и мы будем сделать обзор вот этого интересного очень современного дома который у нас сейчас стоит на продажу за девятьсот семьдесят пять тысяч немножко о этом доме значит у нас здесь 4 спальный плюс бонус комната плюс офис три с половиной ванной комнаты размер участка здесь 2.55 акра земли площадь дома составляет более чем 3400 квадратных фитов гараж нас на две машины этот дом был построен в 2024 году здесь нету никакого и чего и нет ограничений и мы это локация обалденно мы прям у подножья гор blue ridge mountains мы очень близко где-то 30 минут до северной каролины города большого хендерстелл и где-то 20 миль до даунтауна гринвилла так что локация здесь хорошие очень мы просто ехали и там горы ну чуть-чуть дальше прийти мы уже были в горах да раз выглядит очень дорого знаешь сразу даже облицовка да ты показала в какой здесь хороший заезд кока здесь много территория вот въездная плюс есть место забетонированное чтобы развернуться запарковать и машины и смотрите какой лес да и вокруг лес смотреть здесь у нас дом облицовано с кирпичом но по бокам и вверху мы заметили что здесь есть сайдинг пластиковые тоже очень такие современные здесь гаражные ворота такими обращают на себя внимание темные все подходит рамочки все вот по цвету и вот эти окна которые тоже хорошо здесь вот смотрится в этом таком современном доме здесь мы пройдя по тропинке увидим вход и у нас здесь передняя веранда здесь у нас потолок или как это назвать здесь веранде тоже из дерева и очень хорошо сочетается место здесь для какого-то столика весла качалки ну здесь прям хочется сидеть на улице потому что и дорога не шумит нет она такая неоживленная уже мы здесь стоим прицеливаясь откуда начинать снимать и несколько минут и буквально может быть одна машина проехала очень тихое место да здесь наверное ездит только те кто вот здесь и живет очень приятная атмосфера потому что с двух сторон лесок ну как обволакивает да очень сейчас у нас почти пять часов вечера погода прекрасная но как я говорю почти всегда в пятницу в пять часов вечера трафики до люди едут домой но заметьте что машины даже не проезжают начата нет такая уж проездная и зона дорога здесь у нас вход вы готовы вы готовы да пойдемте пойдемте да двери здесь довольно высокие мне кажется они наверное хотя бы восемь фитов мы были сегодня на другом обзоре где были тоже двери со стеклом но они где-то были может быть 6 фитов и как-то вот та зона считалось ну как-то чувствовалась немножко такая поменьше и какая-то такая ты чувствуешь себя с ним стесненно вот это слово здесь же у нас высокие потолки вот этот входной коридорчик такая зона здесь у нас сразу встречает у нас красивые полы полы у нас из LVP Luxury Vinyl Planks это полы из виниловых планковых высокого качества здесь у нас сразу с правой стороны офис как ты рассчитаешь удобно ли это место так как оно вот смотрит на вперед дома веранда при входе как ты думаешь как это придумал этот строитель который потрясающе потому что лучше использовать всегда это пространство под офис мне кажется наши люди не любят эти комнаты любят больше американцев у них так замечено за столом наши вот как-то больше подходят либо комната либо офис мне тоже вот именно офис здесь да может быть когда кто-то к вам пришел ты будешь первый слышать но когда офис находится близко к гостиной или близко к кухке там больше отвлечений и больше тебя будут как сказать дергать когда ты стараешься в офисе поработать так что мне это как этот застройщик я еще хотела сказать застройщик здесь у нас S&H Enterprise и его стиль мне очень нравится его план я уже в шоке да вообще это мы только в офисе пойдем дальше смотреть мы сейчас застряем здесь на час в целом в этом доме застряем сначала по-быстрому здесь разумно сделали кладовку для верхней одежды хорошая система кабинетов и здесь у нас открывается огромная современная готовьтесь красивая гостиная да с такими вот стеклянными окнами дверями в решеточку и с видом кухня это кухня вообще кухня мечты знаешь что я сейчас заметила мне очень нравится что она чуть-чуть зонирована мне все-таки не нравится когда полностью открытый план а здесь вот есть стенка да как потолочек небольшой на как чуть-чуть отделена да посмотрим на вот эту прекрасную люстру и уже несколько раз говорила что иногда в гостиной эффектная люстра она решает просто решает ну как сюда витрек повесить на это же невозможно да это правда но еще свет хорошо мне нравится что не только люстра но еще много света тоже который делать комнату светлой здесь у нас такой красивый камин без каминной полки я заметила просто такой ровный это и плитка облицовка плитка здесь камин у нас электрический и есть видишь розетки тут до везде розетки так чтобы да но по размеру здесь очень хороший размер здесь ну я не знаю сколько будет и чем но наверное пять фитов хотя бы здесь что телевизор хороший сюда единственно что не знаю с той стороны может нет там есть коридор но здесь если бы была встроенная такая шкаф я бы туда поставила такой деревянный стол деревянные полки что-то такое не знаю хочется хочется чуть-чуть дерево добавить сюда или там полки да но я представляю что здесь вот книги как-то вот такой корнер не знаю даже на те же деревянные полки книги поставить просто этот стиль он такой крафтсмен вон там на улице виднеется дерево и вот сюда хочется или балки сделать знаешь что таки балки сделать да 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 она бы она бы как-то с полом сочеталась тоже хорошо но это не минус это просто он и так идеально смотрится ладно так как мы уже здесь на улице пойдем через пару минуток давай уже рассмотрим эту остальную зону здесь у нас кухня кухня у нас мне нравится последние тренды и застройщик они когда используют два цвета одни кабинеты почти всегда island или получается здесь столешница один цвет и потом с другой стороны или вверх вверх кабинет да да какие красивые люстры красиво сегодня много черного с золотистым да это идеальное сочетание да прекрасная здесь столешница это кварцевая столешница большой умывальник без разделителя здесь у нас тоже такие ручки хотя вся техника стейл стил апплайнсис более как серебряная даже похоже на kitchen aid может и нет вот если это железная значит ну дорогая да да здесь мы видим что у нас микровейка ой я ее прям прямо с корнями да где она открывается ладно не будем ее выдергивать оттуда старались вот продумали каждую деталь потому что тон за миллион в нем должны быть продуманы детали вот фарту на смотри варку видела нет и вот это очень красиво смотри очень эффектно я не знаю квадратики по узору искать не можно где-то и не сильно сходится хотя хотя сходятся все линии вытяжка очень красиво смотри тут стекло на с обоих сторон здесь самая красивая кухня много ящичков тоже вот здесь удобно что они большая у нас электрическая значительно а вен это печка очень широкая представь доводчиков не будет а есть есть еще качественно здесь уже продавец даже включил под стиль всей техники очень хороший тоже сама компанию форму холодильник ой смотри здесь для напитков холодильник да здесь у нас такое еще холодильник для напитков и вот эта зона для чая для кофе для напитков барная можно ее использовать в любых целях удобно плюс здесь такая классная кладовка мне она очень нравится отдельная двери закрываются вот отдельная комната для кофе правильно кофе столько кабинетов продолжение а вот у нас плитка до фарту опять у нас здесь столешница из кварца хватает место и с этой стороны еще полочки уже уже систему и окно тоже эту зону делают светлую ну даже здесь только лампочка 1 не перегорела минус лапочка мапочка да и давай еще посмотрим вот это вот area для стола значит наша получается столовая formal dining area красиво люстры тоже черным золотым много окон которые смотрят на задний двор и на лес потрясающий дом потрясающим потрясающий материал я даже не могу ни к чему придраться что-то такое а и Ладно, пошли на улицу, потому что такая красота, что нельзя ее оставлять на поток. Даже смотри, как хорошо эти двери открывают. С обоих сторон, заметь. А здесь окна черные, а там тоже были черные? Не помню. Впереди? Да. Мы еще раз посмотрим, мне кажется, что да. Но здесь двери, окна все черные, да, очень эффектно. Ой, лампочки повесили. Лампочки, да. Потолок такой же, как и впереди дома на веранде. Здесь такой дек. И ровная территория, и лес. Красота. Да. Есть, конечно, с этого дека выход на бэк-ярд. Тоже очень удобно, что его не закрыли, просто можно выйти. Хватает места, два с половиной акра, места, чтобы здесь просто наслаждаться этой природой, тишиной. Хочется уйти в лес. За грибами. Просто там погулять. Ну, это area, что они вот именно освободили от деревьев, вырубили, потому что видно, что здесь травка новая выросла. Тоже очень разумно, потому что здесь, ну, все, что остальное, что ты бы хотел придумать. Бассейн, какой-то, может быть, фаерпит, я не знаю, столик. Что бы ты хотела использовать, футбол играть. Не знаю, вот почему-то ничего не хочется добавлять. Вот это поле, лес, шикарно. Ну, какую-то беседку, какой-то джакузи, я не знаю. Здесь даже уже вывели электрику, потому что это зона отдыха тоже почти всегда здесь вешают тоже, ставят телевизор. И здесь тоже такая indoor-outdoor, потому что очень красиво открываются вот эти вот. Да, это вот настолько, не знаю, ценится, чтобы был лес еще у вас на территории. Потому что я как-то снимала дома за 870 тысяч, он был большой, красивый, а с двух сторон мобилхоумы и дорога, и что. А тут красота. Ой, этот домик продастся, мне кажется, быстро. Да, этот домик продастся быстро, хотя и цена у него почти миллион девятьсот. Ну, есть и такие покупатели всегда. Семьдесят пять тысяч. 975, да. Есть за что платить. Да, окей, мы закончили нашу главную, или, как сказать, серединку дома. Теперь мы пойдем дальше. Пойдем сюда, в зону хозяйской комнаты и костевого туалета. Здесь в коридоре. Удивитесь еще больше. По коридоре, да, у нас такой интересный. Вау. Ванная комната, санузел. Костевой, это как бы красивая такая кабинет, тумбочка, я не знаю, умывальник. Что бы не пожалели денег на это? Зеркало. Да. И посмотри на эту плитку, которая... Оно смотрится, как будто бы это кирпич. Это плитка? Это плитка, да. Интересно. Ну, здесь поработал какой-то великолепный дизайнер. Да. Здесь мы посмотрим гараж. Там тоже будет шикарная люстра в гараже. Люстра нету, свет есть, окна есть. Место есть, гараж больше, чем стандартный, потому что здесь хорошие вот по бокам двери еще есть место. И он длинный, тоже по размеру. Да, тут машина вот заедет вот до сюда, и еще здесь можно полочки. Да, даже здесь, смотри, как ты говорила, все люстры, они какие-то необычные и не одинаковые. Они же могли сэкономить и поставить точечность. Вот, нет, же? Да. Дальше у нас мастер. Мастерс, да. Хозяйская комната. А здесь какие-то? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Люстра. Красота. Красивая очень, прямо на эту комнату. Ну, это центр-писс. Вот если дом за миллион, то оно должно было видеть вот так. Да. Красивые приподнятые потолки, чайсин, имеют вот краум молдинг. Внутри здесь... Там, наверное, подсветка есть. Ты знаешь, если нету, то ее, наверное, легко установить, потому что место там точно есть. Не знаю, тут четыре. Да, четыре. Выключателя нет. Здесь окна... Есть! Смотри! Нашли! Ты видела, они даже... Ты несколько раз включила, и поменялся цвет. Вот, видишь, сколько цветов есть? Красота. Ну-ка ставим. Да, ставим, да. Вид обалденный с окон, и здесь у нас красивая barn door. Такой красивой ванной комнаты. Ну, надо было оставить вид на лес. Да, ну, и представляю, все равно здесь бы было жалкость. Зачем? Ничего не там, же лес. Олени только могут увидеть. Не знаю, как кому. Закрыли, лежал. Но интересно, какие они используют материалы здесь. Вот какие плитки. Это все плитка. Мне вот это интересно, что это дерево? Нет, плитка. Плитка, да. Красивая ванна отдельная. Ран такой хороший. Правильно. Место для полотенца. Правильно в месте. Плюс еще и с душевой. Как ты говорил, воды еще у тебя есть. Потому что, когда ты выходишь с душа, чтобы взять полотенце, здесь душевая кабина тоже у нас огромная. И мне нравится эта плитка. Она похожа на дерево. Цвет у нее приятный. Вот даже то, что они, смотри, использовали здесь раз, два, три цвета, три узора, это все равно все сочетается. Все равно красиво. Опять же, черные вот эти плитки всегда добавляют какой-то дороговизны. Да, мне еще нравится, что здесь очень хороший размер вот именно кабинетов здесь и умывальников, и много эрии, площади здесь. Даже умывальник смотрится как-нибудь маленький. Да, да. Хватает ящичков. И ящички хорошие, закрываются плавненько. Зеркала. И мне нравится, что оно не один сплошной, а оно разделяется на две зоны. Две зоны с умывальниками. Знаешь, я еще заметила, что тут ванна, она не широкая, она длинная. Можно ноги вытянуть даже. Да, да. Есть размеры разные, но это, божественно, побольше. Здесь у нас отдельно санузел, свои комнатки, дверь закрыли. Забыли? Да. Генетичный, как и там. Я даже заметила, как эти ручки. Я думала, может, мы неправильно их прикрутили, но они здесь, и на том другом кабинете вот идут, как бы такой дизайн. Где они такое нашли? Хомгип. Может быть, в Лоус. Нет, не знаю. Везде все делают одинаково, а вот решили выделиться. И молодцы. Да. Теперь у нас замечательная гардеробная. О, гардеробная люстра. Люстра. Странно, что в туалете не было. Только мне здесь зеркал не хватает. Черный цвет. Да, черный цвет, оно красиво, но немножко темновато. Белый здесь выбрал. Или опять какие-то надо зеркала вставить, какие-то подсветки, чтобы его больше освещения сделать. Потому что очень удобно, красиво, но не хватает света. Что еще здесь очень классно, что через гардеробную у нас есть вход в прачечную. И даже в прачечную у нас люстра. Все разные. Да, все разные. Здесь у нас место для стиральной и сушимной машины. Они используются здесь как полочки, а не кабинеты. Тоже хорошая идея. У нас здесь умывальник есть. Застирать что-то. Плюс здесь еще есть вход-выход, который у нас ведет в хауэй, в коридор. Коридор. Монстр сидит. Так монстров не трогать. Так сидели бы сидят. И как мы уже в этом крыле пошли, пойдем и посмотрим второй этаж или бонус комнату. На втором этаже у нас такая зона, коридор, можно так сказать, пространство. Мы заметили, вероятно, что здесь использовали чуть-чуть другую люстру. Нам понравились все люстры. А это немножко не такая. Зубилась. Да. Но... Что есть. Посмотри на этот вид. отсюда у вас. Слушай, это редкий случай. Столько домов снимаю. Иногда приходишь, снимаешь и уходишь. А бывают такие, которые уходить не хочется. Вот это один узел. Так тут хорошо. Здесь у нас еще одна ванная комната, которая здесь для второго этажа. Везде опять плиточка на всех полах. Ой, в каждом... Тут можно зацепиться. Немножко... Это единственный минус к нашему. Мне вот это я не люблю, потому что я утром могу с тобой улететь. Да. Ну, все, извини, дом не для тебя. Что? На второй этаж не выходить. Да, я под ноги не смотрю. Красивая у нас здесь тоже гранитная столешница, ванник, ванная комната. Уже здесь без плитки такая стандартная. И здесь у нас двери в комнату, в спальню. Это еще одна спальня. Хотела показать, что здесь открывается вот так вот дверь, но там опять жук сидит, я не хочу его тревожить. Ну, короче, здесь оно вот так в сторону открывается. Он с этой стороны не надо. Ты боишься, что он на тебя попадет? Да, он там прям сидит. Если ее уберешь... Вот, я немножко. Ой, я его не затронула. Короче, удобно. Да. Бонус комната наверху, это как спальня идет, потому что у нас есть вход в ванную комнату. Хорошая здесь территория, большая. Но без ветряков не обходим. да, ну, здесь уже потолки не такие высокие и из-за того, мне кажется, если бы сильно такие низкие люстры, бы не может быть пространство немножко забирали. большая комната. Большая комната, довольно высоко. Так, что у нас тут гардеробки? И здесь у нас гардеробная комната. Здесь они используют белые полочки. О, тут еще место есть. Комод большой станет. Вот здесь техническое помещение. Это вот полноценная такая большая комната для, может, взрослого ребенка и детских детей. Тут и туалет есть свой и большой гардероб. И еще одна комната. Это уже комната считается как бонус, так как здесь нет гардеробной. Еще одна бонус? Да. То считается как спальня, а это считается как бонус комната. Ничего себе. Тут такие размеры комнат. Да, ну, вот это вот именно та комната, которую можно использовать как игровая, как для гостей, как сделать кинотеатр. Или джим, фитнес-центр. Или совместить все вместе. У меня дом очень впечатлил. Есть еще какие-то комнаты, да? Этот строитель еще сделал очень разумный выбор здесь, что остальные комнаты он еще сделал как бы сплэт-плен, а не с другой стороны дома. С гостиной, да. Мы пошли прямо, а здесь из входа этой комнаты идут в левую сторону. Значит, здесь у нас одна комната с видом наперед дома. Здесь уже без люстр, модерные вентиляторы. Хорошие. Даже у детских не пожалеет деньги на хорошие гардеробы. Хотя могли и железки поставить. Дальше по коридору у нас идет какая плитка красивая. Смузел и венит. Подвойной. Нравится в эти ящики. Здесь все под серебряный цвет. Отдельно сделали. Здесь отдельно сделали, но так как мы видели в том другом туалете, мне показалось, что лучше было бы, чтобы не было дверей, а они открывались в эту стенку. Ну и так окей, хотя бы оно закрывается. Здесь ванна стандартная. Единственная, на чем сэкономили единственная ванна. Самый дешевый вариант, по-моему. Ванна, ну. Зато сколько потратили денег на всякие люстры. Да, люстры, на плитки, на граниты. Здесь они же могли сделать вот досюда, например, и вот досюда, а здесь пустое пространство. Полностью сделали гранитом. Да, тут если посмотреться, много денег вложено. Да. Здесь у нас еще такое удобное. Не могу не обрастить. Изделия везде разные. Еще одна кладовка. Даже кладовки сделали такие. последняя комната, так как мы уже все посмотрели, это последняя или четвертая спальня еще тоже. Хороший размер, здесь, наверное, где-то 9х10 размер, фитов. Большая гардеробная. полочек нет. И вид здесь, конечно, очень красиво. Трава это еще вырастет, да? О, да. вот такой у нас получился обзор потрясающего дома. Потрясающего дома. По всем вопросам, любым о недвижимости, звоните по моему телефону, я вам отвечу на все ваши вопросы. Да, быстрее звоните, это будет уйдет вот так, вот так. Да, пока не ушел, прямо сейчас звоните, я уже жду. Значит, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, комментируйте, что вам нравится, что вам не нравится, в чем вы согласны, не согласны. И по всем вопросам звоните мне. Спасибо, что вы провели ваше время. И напишите еще, какие бы вы дома хотели бы Виктория вам показала. Да, можно. основой категории может. Да, может быть какой-то бюджет, может быть какой-то стиль, может быть какая-то area, что вас интересует, напишите в комментариях и мы организуем с Верой, поедем, посмотрим и все вам покажем. Хорошо, все, будем со всеми прощаться, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова